Исторический бульвар Сочи начинается у подножия Эллинского спуска. Именно отсюда исторически и начал свою богатую летопись город-курорт. Всего в маршрут входит 35 объектов историко-культурного наследия, которые сегодня находятся под охраной государства. Объекты в едином таком комплексе необходимо показывать нашим гостям и собственно жителям города, потому что жители даже, вот сегодня здесь собрались экскурсоводы, они тоже для себя открывают новые объекты. Маршрут проходит мимо арт-галереи «Форд» через сквер возле концертного зала «Фестивальный». Далее дорога ведет прямо к дому первого городского врача Аркадия Леонидовича Гордона. Теперь в память о выдающемся человеке на этом месте будет стоять его бюст работы скульптора Петра Хрисанова. Я чувствую необыкновенную гордость за то доверие, которое город оказал нашей семье, увековечив память моего прадеда, действительно, не только первого врача в Сочи, но и основоположника борьбы с малярией. Далее исторический маршрут ведет по верхнему ярусу набережной вдоль гостиницы «Приморская». Такая схема уже заинтересовала местных экскурсоводов. Специалисты уверены, новая программа будет непременно востребована туристами. Такие прогулки должны быть не просто знаками, но и войти в план исторических объектов и, конечно же, в план мероприятий экскурсионных фирм. Именно пешеходные прогулки будут украшать наши программы. Оценили маршрут по историческому бульвару и сами горожане. Сочинка Полина Смирнова пришла на экскурсию с детьми. Подрастающее поколение должно знать родную историю. История нашего города, его облик складывается не новыми зданиями, а прежде всего историческими. И они хранят душу и уникальность нашего замечательного города. Завершается исторический маршрут у легендарной фитофантазии возле Зимнего театра. Помимо того, что в зеленом уголке прошла глобальная реставрация, ее границы отныне расширились. И чтобы новый сквер полюбился всем гостям и жителям, золотую рыбку, исполняющую желание, в пруд лично отпустил глава города. Завершили этот исторический маршрут так, как и будут завершать наши экскурсоводы потом свою работу по этому маршруту. Именно на новом объекте фитофантазия, который расширился за счет этого замечательного, красивого, душевного и сочинского уголка. Активное участие в восстановлении сквера приняла общественность города. В будущем опыт организации подобных исторических пешеходных маршрутов должен распространиться на все районы города. Следующей на очереди стоит улица Новогинская. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова